Всем привет, дорогие друзья, это Эмма Бетс. Напоминаю, что полный разбор UFC и Белатр уже в бойцовском клубе диванных аналитиков, а также все ставки на эту, следующую и любые другие недели будет в определенном телеграм-канале, скрытом от лишних глаз. Поэтому, чтобы туда попасть, обязательно нужно написать в личные сообщения, либо Роме, либо мне, либо в группу, вот, и вместе всем пребывать там. Значит, меня зовут Арсений, Рома, вам привет. Да, всем привет, друзья. Собственно, да, по поводу доступа в ТГ нужно написать в личку, скинуть фоточки, там мы посмотрим, принимать, не принимать вас. Вот, собственно, да, все вот эти вот два турнира уже разобраны, боек, кстати, довольно много. И, конечно же, пользуясь случаем, я приглашаю всех на стрим и Белатр посмотрим, UFC посмотрим. Белатр, если я не ошибаюсь, в час по Москве ночью с пятницы на субботу, а UFC, имейте в виду, он немножко пораньше, чем обычно, в субботу в 10 вечера. И, возможно, чуть раньше я там подключусь, еще кулачку посмотрю, там топ-дог. Короче, давайте, пацаны, стримерский канал, Агрессив лайф, описание, ссылочка. Будет агрессив, будет лайф, все будет там. Ну, а сегодня мы поговорим про главный бой с турнирю UFC. Да, у нас в целом бои второсортные, да, так скажем, имена для тех, кто каждый турнир смотрит UFC. Ну, относительно неплохие, но бои такие не очень яркие, тем не менее. Два достаточно известных персонажа. Брэндон Алин, по-моему, вообще первый, да, мейн-эвент возглавляет турнира. Вот. Значит, у нас Пол Крейг, может быть, даже возглавлял, возможно, так вот на вскидку не вспомнить. Но, в любом случае, бой будет 5-раундовый. 5-раундовый поединков у них не было. Ну, у Алина, по-моему, было что-то, да? У Алина в LFA были, он там чемпионил, и там были поединки 5-раундов. Вот. У него что-то такое было, да. Вот у Крейга не было. И, соответственно, у нас такой статистически интересный поединок. То есть, у Пол Крейга было... Ну, мы отталкиваемся от Роднердога, как обычно, да. То есть, Пол Крейг, человек, у которого были разные соперники, да. У него был джитсер в последнем бою. Андре Мунис. У него был нокаутер Вокер, да. Нокаутер Вокер. Нокаутер Азимир. Нокаутер Хилл Джамал. Нокаутер... Мэннифилд, Нзчакову, Холли Раунд 3. Короче, со всеми у него уже прямо огромная коллекция, да. Просто невероятно большая коллекция боев собранных. И, в принципе, по-разному он себя проявляет, но можно некоторую закономерность вывести, да. Максимально плохо ему с бойцами-ударниками, которые хорошо защищаются от тэкдаунов, да. То есть, вот Тайсон Педро сам неплохо борется, имеет панч. Холли Раунд 3 борется хреново, но неплохо защищается, имеет панч. Ну, Анкалаева, естественно, он прошел, это никому... Это понятно. А кто его не прошел, извините? Никого не удивило. Победа, поражение, точнее, отжимом крутом, пускай не вводит вас в заблуждение, бой был достаточно туда-сюда. Качельки там были, там и Крейг сам переводил круто и занимал позиции. Ну, там, за 9 секунд круто его сумел финишнуть. Ну, же, Чакву перехитрил, обманул его, да, там. Как можно перехитрить Зачакву? Мэннифилд тоже панч, неплохая защита, да. Ну, и в целом, бойцов, которых он скорее не должен был пройти, это Джамал Хилл, да. То есть, ну, почему я про него говорю, потому что он ударник, панчер, с неплохой защитой от тейкдауна. По идее, должен был проходить, но нет. Да, потом, ну, Никита Крылов, это вот из раздела Нижчакву, вот. Затем, кто еще тут был у нас? Ну, Мунис, на Мунис многие люди, да, то есть, ставили. Они считали, что у них, что у него есть панч, у него есть защита от тейкдаунов и, типа, легкий бой для него. Да, то есть, в целом, вот, наверное, Джамал Хилл, Магомед Анкалаев как-то вот из этого общего списка выделяется. Вот Брэндон Аллен, мы должны решить, кто он такой, да, по стильку по своему, по принципу победительному, как он вообще дерется, да. Но, по большей части, он все-таки ударник, да, ударник с хорошей борьбой. Но, тем не менее, да, большинство людей он все-таки пытается бороть. Вот. Так или иначе, либо он там, например, потрясет, начинает там в партере искать возможности, либо там, допустим, его не могут побороть, как это, например, было с Малкуном, да, и он там сумел его перестрелять. Но, по большей части, сейчас он работает все-таки от стойки, отталкиваясь. Вот. Тем не менее, надо сказать, что его стойка, она далеко не идеальна, да. Руки неплохие, но у него, скорее, преимущество над полным Крейгом, наверное, будет в выносливости, скорее, и в боксе. Потому что Крейг, он ногами, в принципе, очень хорошо машет. Его кардио, оно недостаточно понятно мне в этом весе. Оно может быть как лучше, так и хуже. Но, в целом, кардио у него было говно. Вот. Ну и, собственно, все, что мы имеем, да. То есть, Брэндон Ален вроде переводили там некоторые люди, да, там, например, Джейкоб Малкун, да. Но он зафиксироваться не мог. Короче. Конечно, на поверхности лежит то, что Брэндон Ален должен, ну, как бы разбивать полу Крейга. Возможно, даже его досрочно проходить, да, нокаутировать его, возможно. Но, опять же, вот полу Крейг, такой человек, да, у него есть кики. А если, допустим, там, Брэндон Ален в моменте потрясет его и захочет то же самое, как это он обычно делает, да. Ну, я думаю, не стоит объяснять, что произойдет. Потому что, в целом, Брэндона Алена, ну, похожих соперников, я бы сказал, что не было. Потому что Андре Мунис мы еще раньше видели с вами, что из позиции снизу он плохо работает. Ну, то есть ему надо именно, вот, занять топ-позицию и с топ-позиции поработать, да. Джотко не финишер. Маукун не финишер. Сэм Ауэй вообще конченый. Пуна Сариана, ну, култер, не финишер такого плана с Абнишина. Кайл Робертсон, ну, это вообще не борец никакого. Может быть, он, конечно, думает про себя, что он борец. Кстати, вот интересный момент, да, Кайл Ду Каус. Если вы помните, он занимал позиции интересные с Алином, да. Он у него забирал халфгард. Вот, он на нем лежал, он ему бил лицо очень жестко. Почему я про это говорю? Потому что Алина его можно переводить. Да, он хорош в грэпплинге, да, он неплохо защищается. Но его люди уже переводили. Вот, Маукун 7 тейкдаунов, да. Ду Каус 3 тейкдауна. Да, то есть, ну, как бы это в голове держим. Стрик он даже перевел его. Даже. Вот, ну, короче, вы поняли, что шансы все равно есть. Даже учитывая, что 5 коэффициентов. Ну, там, 5-4. Просто в голове держим. Потому что тут может быть как ошибка, например, самого Алина, так, например, нежданчик какой-нибудь. Потому что Алина можно пробивать. То есть, его вырубали, его потрясали. Его тот же Кайл Ду Каус, например, потрясал в парте и ударами. Это жестко. То есть, ну, Ду Каус не прямо уж в финише. Ну, он неплохо работает, но ни о голо-то там невероятном уровне человек, да. Просто держим это в голове. В общем, слишком на поверхности, что Алина – это фаворит. И, естественно, очевидно, это сказалось на кефах, да. То есть, понятно, что там 1, там, сколько, 2 на него, 1, 3. Ну, не настолько это же Б, да, чтобы вот прям действительно брать это и отрывать с руками, да, это дерьмо. Романочка, как ты видишь поединок? Ну, здесь, знаешь, здесь можно с двух сторон подойти. Если мы как бы не рассматриваем бой с точки зрения ставок, да, типа, и если мы рассматриваем исключительно с точки зрения ставок, да. Ну, и, собственно, про Пола Крейга я уже говорил. Если с точки зрения ставок мы смотрим, то это просто чел, на которого вы всегда ставите андердогом. Да, иногда он проигрывает. Но вы на него всегда ставите андердогом. И просто, как Сруш Макдак, да, у вас огромная комната с деньгами, вы купаетесь, там, ныряете, как дельфины, кайфуете. Вот благодаря Полу Крейгу, да. Потому что это человек, который периодически андердогом за огромные цифры выигрывает и продолжает это делать. Сменил весовую категорию, опять абсетнул, просто здравствуйте, да. Вот, но, опять же, если как бы абстрагироваться от этого момента, ну, по идее, вроде как, Ален должен его проходить. Потому что он значительно интереснее на руках, он, по идее, вроде как, чуть повыносливее. Ну, хотя, тоже, по выносливости сложно сказать. Если вдруг будет вот такая вот возня, то в возне, возможно, они оба устанут, да. Потому что, вспоминая как раз вот бой, который сейчас вспомнил Сенатор, да, бой с Дукаусом. Вот после первого раунда они, по сути, оба сдохли. Они оба сдохли. Началась возня вот эта, где не очень хорошо уже Ален выглядел. Ну, в любом случае, ну, вроде как, чуть получше Кардио Уалена, да. В пятераундовом бою, наверное, он должен иметь преимущество. Ну, и, собственно, разбирать в стойке. Учитывая, что он там сам грэплер и суперопытный. Может быть, ни на что не попадаться, да. Ну, как бы, это все такое, вилами по воде, да. Потому что у нас есть условный крылов, да, который грэплился с Тейшери три раунда. Просто три раунда партера. Там вообще стойки не было, ни на что не попался, да. Но, Крейг, это вам не Тейшери. Вот эти вот ваши плохие джитсеры. Вот, ну, и, собственно, по идее, Ален, но он не нужен. Вот и все. Ну, как бы, типа, все очень просто, на мой личный взгляд. 1.24 Брэндон Ален идет, 4. И 25 Крейг. Ну, где-то 4.5, может быть, в каких-то конторах. Там действительно и 5 на него можно найти. Так что, я вижу это так. Ну, типа, с дистанционно-ставочной точки зрения, Крейг, ну, если об этом не думать, ну, вроде как Ален. Если там что-то не затупит, да, не случится какого-то там обстоятельства. Потому что он, по идее, перебьет в стойке, передышит, да. И вроде как ни на что не попадется. Но это не точно, друзья. Ну, а, естественно, субъективно мне, конечно, хочется за Пола Крейга поболеть, как и всегда. Импонирует такой чел, да, который постоянно ломает все ожидания, ломает все экспрессы, ломает карьеры синатра, да. Поэтому, ну, знаешь, вот именно с какой-то мотивационной точки зрения, да, вот для меня Крейг прям такой чел, который вдохновляет, да, который просто 14 минут 59 секунд и пиздевляется, да, вот он выигрывает бой. Я не знаю, ну, это красава, серьезно, это красава. Ну, он, кстати, Магомед Анкалаеву переводил. Да, 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 был, был, был моментик. Вот, так что я хочу поболеть за Крейга. Да, тот момент просто такой, что, опять же, мы не забываем, что Пол Крейг, он привык работать с людьми, которые там немного тяжелее, да, то есть с тем же мунизмом он вообще отработал достаточно, ну, легко, можно так сказать, да. Ну, первый раунд там, понятно, туда-сюда. Ну, потом нормально просто отвафлил, так скажем, человека. Человечка. Вот, то есть как он только начал бороться, по сути, да, во втором раунде, ну и все, и закончился мунизм. Ну, в втором, конечно, Аллен получше, он там тренируется с невероятным суперменом из Казахстана, там, Шавхатом Рахмоновым, да, все это мы все знаем прекрасно. Ну, тем не менее, то есть Брэндон Аллен сам не является Шавхатом Рахмоновым, да, даже сам Шавхат не совсем Шавхат Рахмонов, да, вот. Ну, в общем, просто держим в голове, что Аллена можно переводить, что действительно он фаворит, но есть темные пятна в его истории, так скажем, да, когда его переводил, например, Кевин Холланд, да, тоже, вот, когда его переводил до Лукаус, да, то есть мы это в голове держим. А из последних, естественно, ну, там, Пуна Сориано. Ну, вот насколько это хороший боец, чтобы оценивать его, типа, ну, как вот, что вот он не перевел, например, Аллена, да. При Скёрте он вообще не борется, да, то есть там, Сэм Алви, ну, это старый человек. Джейкоб Маукун только борется, но он сделал 7 трейкдаунов. Немало, прямо скажем, да. Сколько трейкдаунов нужно будет по Укрейгу, чтобы топ-контроль взять? Наверное, 1-2. Ноль, его переведут, и он выиграет. Ну, или так, кстати, тоже возможно. Не исключено тоже, да. То есть, поэтому пишем свои мнения в комментариях, не забываем, что ставки в телеграм-канале, разборы в ВК, в бойцовском клубе, и в телеграме в отдельной, значит, комнате у нас, в закрытой, да. Вот, и обязательно пишем свои мнения. Всем пока.